Здравствуйте, приветствую всех участников вебинара. Сейчас тестовое включение. Будьте добры, напишите, пожалуйста, в чате, как видно меня, как слышно. Слышно хорошо? Пока спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Начинаем наш вебинар. Сегодня я вам расскажу об обучении лексической стороне иноязычной речи ВНК «Английский-24» авторов Кузову, Лапу, Перекудова и других. Итак, какова же роль лексики в процессе владения иностранным языком? Обучение лексической стороне иноязычной речи всегда уделялось большое внимание. Почему? Это связано с тем, что лексика лежит в основе обучения другим сторонам и видам речевой деятельности. Слово – это центральное звено в речевой деятельности обучаемого, говорила лицарь лексичкинки. Лексика – это основной строительный материал нашей речи. Поэтому роль лексики для владения иностранным языком настолько же важна, как и роль грамматики. А иногда бывает, что и важнее. Например, если мы, скажем, сделав грамматическую ошибку «he got a school», то понять смысл нашего высказывания можно, зная все лексические единицы. Но если мы не знаем, например, лексическую единицу «school», ну или даже хотя бы «go» или «he», то понять высказывание, про что это, в принципе, невозможно. И так, без овладения словарным запасом невозможно ни понимание речи других людей, ни выражение собственных мыслей. По этой причине работе над лексической стороной речи на всех этапах обучения наностранному языку отводится исключительно важное место. А владетельно-язычной лексикой означает – это усвоить ее значение, форму, предусмотренную в учебной программе минимума лексических единиц, научиться пользоваться этими единицами в различных видах речевой деятельности, научиться понимать лексические единицы на слог и при чтении текста. Таким образом, лексика нужна как для осуществления продуктивной речи, говорения письменной речи, так и рецептивной деятельности, аудирования и чтения. Лексика нужна как для осуществления продуктивной речи. Каков объем лексических единиц? Существуют подходы в обучении лексической стороне речи? Какой из них используется в нашем УНК? В чем его особенность? Каковы основные принципы овладения лексической стороной речи? Какие средства для реализации этих принципов используются в нашем УНК? Каковы отличительные особенности процесса формирования лексических навыков на первом году обучения? Чем процесс обучения лексической стороной речи на первом году отличается от последующих лет? Каковы виды и формы контроля? И какие универсальные учебные действия могут развиваться в процессе обладения лексической стороной речи? Итак, рассмотрим первый вопрос. Требования к результатам освоения лексической стороны иноязычной речи. В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования или в примерной программе начального общего образования по иностранному языку определены конкретные требования к результатам освоения лексической стороны иноязычной речи. Во-первых, это требование касается объема лексических единиц, и лексические минимумы для начальной школы определен в 500 лексических единиц. Посмотрим, как же в рабочих программах некоторых учебников, вошедших в федеральный перечень, соблюдается этот объем. Итак, что касается нашего учебника про кузовы и другие, в нашем учебнике в продукцию на протяжении начальной школы изучаются 544 лексические единицы, 248 лексических единиц в рецепции и всего 792 лексические единицы. Ну, учитывая то, что мы используем принцип избыточности лексического материала подачи, его слова и, соответственно, где-то 500 лексических единиц, у него как минимум точно уже будет знать по кучении курса начальной школы по нашему учебнику. Вы можете видеть, что и в других учебниках приблизительно соблюдается такое количество лексических единиц, как у Виволетовой, в МК Инглиштадт-Терминасовой и в МИЛе. В МИЛе немножечко больше. Итак, посмотрим объем лексического запаса учащихся подлежащихся в своем начальной школе в УМК Английский 2.4. Это как он дается в нашей рабочей программе по нашему УК. Итак, распределение по классам. Вы видите, что в УМК Английский 2 класс на продуктивном уровне усваивается 245 лексических единиц и 29 всего на рецептивном уровне. Общий лексический запас 274. Ну, может быть, он является и большим, но тем не менее, в УМК Английский язык для 3 класса продуктивно усваивается всего 147 лексических единиц, однако повторяется вся та лексика, которая была усвоена во 2 классе. Рецептивные запасы возрастают, это благодаря тому, что у нас появляется новый компонент книг для чтения и, соответственно, возрастает рецептивная лексика. И общий запас 238 лексических единиц. У УМК Английский язык для 4 класса 152 лексические единицы всего вводится в продукции в течение года, рецептивных лексических единиц 127 и общий запас 279. Вот таким образом распределение лексического материала по классам. Что касается планируемых результатов, то... Перескочила. Что касается планируемых результатов, то программа начального общего образования определяет следующие планируемые результаты в области изучения лексической стороны речи. Выпускник должен научиться узнавать в письменном и в устном тексте изученные лексические единицы, в том числе и словосочетания в пределах тематики и начальной школы. Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. И выпускник получит возможность научиться узнавать простые словообразовательные элементы, опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования, интернациональные и сложные слова. Теперь посмотрим, какие планируемые результаты определяет наша рабочая программа. Итак, в соответствии с рабочей программой ОНК «Английский язык» и других, выпускник научится понимать значения лексических единиц в письменном и в устном тексте в пределах тематики начальной школы, использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуацию общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. Вы видите, все это соотносится с примерной программой начального общего образования. Единственное, обратите внимание на то, что мы говорим об обслуживающей ситуации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей, потому что у нас вся лексика дается в коммуникативных образцах, и это является одной из важных задач. Итак, выпускник получит возможность научиться, кроме того, распознавать именно собственные налицательные, распознавать по определенным признакам части речи, понимать значения лексических единиц по словообразовательным элементам, суффиксам и приставкам, использовать правила словообразования, догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки по аналоге с равным языком, словообразовательным элементом и так далее. То же самое, но немножечко более подробно. Наш ОМК основывается на единой методической концепции коммуникативного иноязычного образования, развития индивидуальности в диалоге культур Ефима Израильевича Пасова. Центром содержания образования является иноязычное образование в рамках этой концепции. Иноязычное образование обеспечивает познание факторов культуры, развитие способностей универсальных учебных действий, мотивационной сферы, развитие личности учащихся, воспитание личности ученика, гражданина России. И учение во всех видах речевой деятельности, во всех видах речевой деятельности и всех сторон речи. И готовит учащихся к диалогу культуры. Так как мы основываемся на концепции Ефима Израильевича Пасова, то хотелось бы познакомить вас с тем, что он принимает под лексическим навыком, под структурой лексического навыка. Например, структура лексического навыка. Что необходимо для использования лексической единицы в речи? Это, во-первых, вспомнить ее, вызвать в памяти соответственной задачи, замыслы. Во-вторых, сочетать данную лексическую единицу с предыдущей или последующей. Таким образом, структуру лексического навыка составляют операции по выбору лексической единицы, операции по сочетанию лексической единиц и речевая задача. Особенно важна для нас речевая задача. Речевая задача тесно связана с такими понятиями, как мотив, замысел высказывания. Она определяет формирование основной схемы высказывания, запускает в работу операции по выбору и по сочетанию лексических единиц. Актуризирует форму лексической единицы. Таким образом, какое определение лексического навыка дает Ефим Израевич Пасов? Лексический навык – это синтезирование действия по выбору лексической единицы, адекватно замыслу и ее правильному сочетанию с другими, совершаемые в навыковых параметрах, обеспечивающие ситуативное использование данной лексической единицы и служащие одним из условий выполнения речевой деятельности. Ефим Израевич выделяет такие стадии формирования лексических навыков, как восприятие, осознание значения, имитация, обозначение, то есть использование в ограниченном контексте, комбинирование, репродукция, употребление в неограниченном контексте. Подробнее обо всех стадиях формирования лексических навыков и с конкретными примерами я вам расскажу дальше. Сейчас мы пока обозначили эти стадии. Теперь перейдем к основным принципам овладения лексической стороной речи, на которых мы основывались. Это комплексность овладения лексическими единицами во всех четырех видах речевой деятельности. Принцип новизны, перманентное повторение речевого материала, отсрочность результата и избыточность речевого материала. Про каждый из этих принципов, правил, положений я вам сейчас подробно расскажу. Итак, во-первых, комплексное овладение новыми лексическими единицами во всех четырех видах речевой деятельности. Мы избрали комплексный подход в нашем учебнике не только по лексическим материалам, но и грамматическим. Почему? Существует, как вы знаете, уже традиционный подход устного опережения. То есть лексические единицы даются сначала на слух, ученики повторяют их, а лишь потом они уже впоследствии могут читать их или тем более записывать. В рамках нашего подхода лексические единицы усваиваются во всех четырех видах речевой деятельности. Это обеспечивает всестороннее формирование речевого механизма, позволяет полнее осуществить принцип индивидуализации и заложить в технологии обучения доступные учащимся с разным уровнем развития способностей. То есть если у ученика есть возможность и прослушать, и проговорить речевую лексическую единицу, и прочитать, и записать, то, естественно, она усвоится гораздо лучше. Вот, например, что касается комплексного владения лексическими единицами во всех четырех видах деятельности. Это комплексное владение может осуществляться как на примере упражнений одного или целого урока. А вот что касается упражнений, вы видите перед собой примеры из уроков 15 и 22 учебника английский язык 2 класс, в частности, рабочая тетрадь. В данном случае здесь 15 урок, his name is Teddy. Здесь вы видите стихотворение, которое ученики должны завершить и рассказать о питомцах, любимых питомцах, учащихся. Они читают стихотворение, догадываются, какие притяжательные местоимения должны быть заполнены, заполнить пропуски какими местоимениями. Они вписывают эти местоимения и затем слушают, проверяют себя. То есть видите, здесь уже три вида речевой деятельности. И далее, вот 22 урок. Это как раз урок лексический. This is a little Indian girl. В данном случае ученики слушают рассказ о предметах в индийской деревне, какого они цвета. Заполняют пропуск в предложениях, пишут название этого предмета и прочитывают, какого он цвета и рисуют. Кроме того, они еще раскрашивают эти картинки. Теперь, что касается комплексного владения лексическими единицами на примере урока. Ну, например, урок 8 учебник 2 класс. Angelina likes dancing. В данном случае ученики слушают то, что говорят дети о любимых занятиях сказочных персонажей и повторяют вслед за диктором. Далее, учащиеся уже на примере новой ситуации общения, они видят знакомых сказочных героев уже русских сказок, в частности Носова Николая Незнайка, и рассказывают об их предпочтениях. Здесь они уже говорят в подстанночном упражнении о том, кто что из русских сказочных героев любит делать. В дальнейшем они поют песенку, слушают и поют песенку по образцу о том, что любят делать баарни, динозаврик. Далее игра, здесь они показывают, что любят дети делать сами, самостоятельно, а кто-то один из учащихся показывает, а остальные ученики в классе отгадывают, что они любят делать. То есть здесь еще и добавляется движение, и это упражнение можно использовать в качестве зарядки на уроке. И потом идет в рабочей тетради деятельность, это здесь уже письмо, то есть ученики слушают, кто из учащихся что любит делать, в чем он хорош, и заполняют, вписывают номер как раз соответствующей деятельности. И кроме того, в рабочей тетради, в разделе All About Me, они пишут одну из глав рассказа о своем друге, в частности, My Friend Likes Doing, рассказывает о том, что любит делать их друг и рисует его любимые занятия. Вот таким образом, во всех видах речевой деятельности прошли лексические единицы о любимых занятиях рассказочных героев, так и детей. То же самое мы можем видеть на примере урока 34. Здесь черты характера упражнения, то есть лексическая тема, черты характера. К 34 уроку учащиеся уже ознакомились с большим количеством лексических единиц, в частности, здесь 13 по этой тематике черты характера. Они читают, какими чертами характера могут обладать потерянные мальчишки, вираты на острове, это сказка Питер Пэн. Они делают свои предположения, кроме того, они могут повторить, совершенствовать лексические навыки, в данном случае они никакие новые им не предъявляются, они здесь все повторяют, обобщают черты характера. Для этого есть компонент электронное приложение, и они уже классифицируют лексические единицы по двум столбикам, хорошие черты характера и не очень. Далее они высказывают свои предположения, кто из героев какой по характеру, и говорят о том, с кем бы они хотели провести время на острове, или не хотели бы, и почему. То есть это как раз это же говорение. Кроме того, идет новая ситуация общения, знакомство с персонажами сказки Золушка. И здесь постановочные упражнения тоже на лексику продолжаются, совершенствование лексических навыков. Здесь чтение и говорение, они добавляются лексические единицы, которые они считают нужными. Также они могут использовать упражнения из электронного приложения. И здесь уже перенос в другую, новую ситуацию общения, какими качествами обладают сказочные персонажи. Например, he is big and evil. He is big and kind. В данном случае они нажимают на вот этот ящичек и, соответственно, переходят к новому слайду. Кроме того, далее идет упражнение из рабочей тетради. Они выполняют на уроке, вот, значит, письма. И здесь они в рамках совершенствования лексических навыков заполняют кроссворд и выясняют черты характера. Какие черты характера относятся к этому персонажу. Вот у них получается Золушка Синдерелла. Дома идет перенос на сказочных персонажей уже российской сказки Морозко. Они выясняют, чем она похожа на сказку Золуши, какие персонажи похожи, какие отличаются, кто какой по характеру. И заполняют все это письменно, на следующем уроке прочитывают. В электронном приложении они могут сделать аналогичное упражнение в интерактивном формате. Кроме того, они пишут по окончании этого урока в All About Me рассказ о членах своей семьи. То есть, каких сказочных героев напоминают им родители, братья, сестры. И рисуют. Обычно и сопровождение, и рисунки участвуют. Что касается повторяемости лексического материала. Лексика не дается просто так и не берется из ниоткуда. Благодаря комплексному подходу, лексические единицы сначала возникают на рецептивном уровне. Например, лексическая единица Eship появляется в 14-м уроке сначала. Здесь как раз в упражнении по формированию, по развитию умения читать, формирование на раку чтения по транскрипции. Она дается просто с транскрипцией и иллюстрацией корабля. И все. Больше мы ее пока никак не усваиваем, не учим, не пишем, ничего. Просто она дана как рецептивная лексическая единица. А уже так же и в других уроках даются с теми или иными задачами лексические единицы. А вот уже в 36-м уроке появляются все лексические единицы по теме транспорт, и они уже все усваиваются в продукции. То есть когда разрабатывалось содержание, на котором мы будем обучать, мы уже планировали о том, как будет выглядеть, на каком содержании будет построено первое полугодие и второе полугодие, какие лексические единицы, какие темы нам понадобятся, чтобы они не появлялись у нас случайно, а проходили от первых до, как вы видите, последних уроков. Это вот как раз на примере темы транспорт. Ну, как раз на примере этой темы я потом вам подробно расскажу о процессе формирования лексических навыков на этом уроке. Итак, следующий принцип – это принцип навесны. Что касается принципа навесны, то благодаря возрастным особенностям учащихся он актуален именно на данном этапе раннего обучения английскому языку и иностранному языку. Навизна стимулирует интерес, который, с одной стороны, есть средства и залог эффективности обучения, а, с другой стороны, эффективное обучение подстегивает интерес и он становится устойчивым. В унк английский язык вторых и четвертых классах на поддержание интереса и коммунитивной мотивации работает новизна содержания материала, постоянная смена ситуации общения, поворота в сюжетах действующих лиц, смена обстоятельств речи мыслительных задач. Новизна видов работ и видов речевой деятельности, новизна приемов работы, использования различных видов игр, песен и тому подобное. Новизна формы уроков, уроки путешествия, уроки игры, проектные уроки. Принцип новизны выполняет важную функцию. Он обеспечивает повторяемость речевого материала в новых ситуациях общения. В унк второго класса четко прослеживаются три линии. Линии реальной жизни, линии общения со сказочными персонажами, литературными персонажами, линии придуманных героев. И речевой материал прокручивается во всех трех линиях и прочнее усваивается детьми. Вот, например, вы можете видеть линию реальной жизни, представляет как раз у нас Майк и Хейвен. Это ровесники детей. В 8-9 лет они помогают нашим русским детям усваивать английский язык. И сопровождают их на страницах учебников с первого по последний урок. На их примерах как раз дети учатся рассказывать о семьях, о любимых занятиях, о увлечениях, любимых персонажах, сказочных и тому подобное. Что касается персонажей, вот следующая линия. Это персонажи популярных телепередач, сказок, мультфильмов, как английских и американских, так и российских любимых сказочных героев и персонажей. И третья линия, вот у нас это придуманные герои. Дело в том, что в данной третьей линии она может быть как придуманные герои, абсолютно реальные или нереальные, как здесь нарисовано. Ну и может быть и реальные друзья. Потому что в этом возрасте дети очень любят рассказывать о своих друзьях, какие они. И писать как раз в рубрике MyFriend рассказ о своих, и рассказывать о своих конкретных реальных друзьях. Попыт узнают во время пробации прородили как раз такое. Так, и следующий принцип. Отсроченный результат. При раннем обучении методически целесообразно следование правилу отсроченного результата. Это целесообразно в силу нескольких причин. Для того, чтобы речевой механизм созрел и начал функционировать, требуется время, в течение которого происходит обильное впитывание речевого потока. И изновление речевого механизма происходит у одних учащихся быстрее, у других медленнее, в зависимости от способностей. И, следовательно, без соблюдения правил отсроченного результата, невозможна индивидуализация. В МК-2 заложена стратегия, позволяющая самым способным ученикам усваивать материал с однократного предъявления, способным после двух-трехкратной отработки и менее способным к концу учебного года. Это достигается благодаря большой повторяемости материала в новых ситуациях обучения. И благодаря отсрочному результату учащиеся могут, если не сразу, усвоить эти лексические единицы, у них есть возможность сделать это дальше. Вот, посмотрите на таблицу повторяемости лексического материала. То есть, первый раз, activities, о том, кто что любит делать, любимые занятия, вводятся на восьмом уроке. Пример этого урока я вам приводила. И в дальнейшем по нарастанию, может быть, еще добавляются какие-то другие занятия и увлечения. Или повторяется то, что уже усвоено было на восьмом уроке. И в десятом, одиннадцатом, двенадцатом, тринадцатом. То есть, видите, почти в каждом уроке до конца первой четверти. В некоторых уроках второй четверти, девятнадцатый, двадцатый, двадцатый и двадцать шестой. А далее уже в третьей четверти, тридцать первой, сорок второй, сорок четвертой, сорок восьмой, сорок девятый, то есть сорок четвертый и четвертый, сорок восьмой, сорок девятый, пятьдесят двадцатый, пятьдесят шестой. Везде в этих уроках повторяется данная тема. То же самое относится и к теме черты характера. В первый раз несколько слов, прилагательные, характеризующие черты характера тех или иных персонажей, будут на третьем уроке. Я в дальнейшем вам покажу и расскажу, как там все это происходит. И видите, уже на, можно сказать, половину уроков учебника используют вот эту лексику. То есть она вся прокручивается, начиная, если даже дети не запомнили в начале, на первое четвертое, то в дальнейшем они, проговаривая, повторяя на других уроках, они запоминают эти лексические единицы. То же самое относится к цветам, которые вводятся в первый раз на десятом уроке. А в дальнейшем они уже используются в разных упражнениях и указывают цвет, любимый цвет персонажа, какого цвета там, любимые игрушки, дома и тому подобное. Постоянное повторение пройденного материала состоит в интеграции между процессами формирования навыков и развития речевых умений, классной домашней работой, различными компонентами УНК. Какие существуют виды повторяемости? Внутрицикловое повторение или повторение внутри четверти. Межцикловое повторение, уроки повторения между четвертями, уроки повторения в конце цикла или четверти, повторительная тема в конце учебника, повторительный цикл в начале года 3-4 класса, повторительный цикл в конце года, опять же в учебниках 3-4 класса. Вот рассмотрим все это на конкретных примерах. Они могут произвольно выбирать эти гео-рок, делают ли они что-то вместе или не делают. Вот рассмотрим все это на конкретных примерах. Вот рассмотрим все это на конкретных примерах. Также, например, повторяется в учебнике третьего класса. Как я уже говорила, в учебнике третьего класса повторяется вся лексика, усвоенная во втором классе. И даже тематическая организация. Вот, например, в самом первом цикле учащиеся на протяжении урока рассказывают о том, какие у них любимые занятия, чем они занимались летом. То есть повторительные уроки в начале года. Или здесь дан пример из рабочей тетради и из учебника четвертого класса. То же самое, мои самые фейворит, любимые занятия на летних каникулах. Это повторительный цикл в начале года. И они, значит, уже пишут о своих любимых занятиях в «About Me». Четвертый класс, начало года и конец года. Они рассказывают о том, что они любят делать. Это уже в седьмом цикле, когда рассказывают о том, какую бы профессию они выбрали, исходя из своих интересов. В четвертом классе есть целый цикл, посвященный повторениям. И, в принципе, он как раз охватывает четвертую четверть. Там 10 уроков. И в этом цикле повторяется весь лексический и грамматический материал, усвоенный в течение года. В четвертом классе. В данном случае, первый урок, вы видите, грамматическая табличка. Повторение грамматики и, естественно, лексики, совершенствование лексических навыков. Повторение материала бывает не только в учебнике, но и между различными компонентами УМК. Интеграция между различными компонентами УМК. В данном случае на страничке представлено одно упражнение из книги для чтения четвертого класса. Здесь вы видите рубрику локебиалеры. То есть повторяется лексика, усвоенная на уроке, уже в новой ситуации общения на аутентичном тексте. В двух упражнениях. Следующий принцип. Это избыточность речевого материала. В УМК МГРИЖ24 используется правило избыточности речевого материала, согласно которому для обучения говорению лексические единицы подаются в избытки. И при решении коммуникативной задачи каждому ученику представляется возможность выбрать речевые средства в соответствии со своими индивидуальными особенностями. Таким образом у каждого учащегося может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц. Так, минуточку сейчас. Итак, возможности индивидуального выбора и использования личностно назначенного материала способствует более прочному его усвоению. И мы придерживаемся стратегии, выбирая и используя, овладевая место известной стратегии, овладевая тем, что дают, и потом уже используя это в речи. Итак, еще необходимо сказать о роли игры, как ведущего вида деятельности младших школьников в процессе формирования лексических навыков. Учитывая, что игра у младших школьников все еще остается одним из ведущих видов деятельности, в УМК включено большое количество упражнений в игровой форме для формирования и совершенствования лексических навыков. Упражнения в игровой форме содержатся под рубрикой «Let's play». Ну, вы видели на некоторых примерах, я же вам говорила некоторые упражнения, как и в игровой форме были. Использование их разнообразных по цели и характер действий учащихся используется для формирования лексических навыков, для совершенствования лексических навыков, для обобщения лексического и гармонатического материала. Ну, как несколько примеров, конечно, если не будет подвисать. Вот, например, совершенствование лексических навыков и навыков произносительных, а также чтению по транскрипции. Это девятый урок, второй класс. То есть на протяжении предыдущих восьми уроков дети знакомились с транскрипционными знаками, изучили несколько букв и познакомились с некоторыми словами в коммуникативно-ценно-речевых образцах. Теперь они в виде игры как раз все усвоенное пытаются осознать, что же они поняли, остановиться и осознать. Но они, может быть, это для учителя важно понять, такой текущий промежуточный контроль, а для учащихся это игра. То есть они кидают кубик, попадают на определенную зону, прочитывают букву, как читается букву, переходят к слову, читают эту букву в слове и находят соответствующую картинку этому слову. То есть здесь у нас сразу несколько задач решается в виде игры. Это в книге для учителя дается подробное описание о том, как проводить эту игру, цели, задачи ставятся и методические рекомендации для учителя в совершенствовании лексических навыков коварения, произносительных навыков и обучения чтения по 20-й лице. Следующий пример игры – это конец первого полугодия перед Новым годом. Здесь дети, тоже в совершенствовании лексических навыков, дети играют, как бы составляя речевое высказывание, рогатку о том, кем или в костюме какого персонажа они собираются прийти на балмаскарад, основываясь на вот такой схеме, по которой они рассказывают про этот персонаж. И подробное методическое пояснение дается в книге для учителя. Это 25-26 уроки, уроки об общении, повторения. И в данном случае, вы видите, повторяется лексика, пройденная в первых двух четвертях. Здесь и любимые виды деятельности, и спортивные занятия, цвета, животные, предметы и игры, игрушки. То есть в рамках этой игры происходит следующее. То есть они кидают кубик, попадают на определенную зону, выбирают произвольно. Например, выпала цифра 4, имя девочки записывают. И, соответственно, от имени этой девочки они пишут письмо для Деда Мороза. О том, какими видами деятельности любит заниматься этот человек, какие у него любимые игрушки, какие любимые животные, какой подарок он хотел бы получить от Деда Морозова. Вот таким образом, повторяя и обобщая лексические единицы, и в игровой форме дети даже не замечают, что они обучаются. Также вот здесь совершенствование лексических и грамматических навыков. Та же самая лексическая группа, like doing something, но здесь в грамматической структуре present simple. То есть здесь это утвердительное, отрицательное, вопросительное предложение present simple. Дед выбирает лексические единицы, и из набранных лексических единиц составляет утвердительное, отрицательное, вопросительное предложение. Следующее – это обобщение лексического и грамматического материала. В конце года второй класс, такая общая игра, what do you like, это они как раз повторяют и все темы, усвоенные в течение года, в зависимости от того, на какой кубик они попали, они выбирают тему, рассказывают, или составляют монологическое высказание, или биологическое, в зависимости от того задания, в которое они попали. Рассказывают о любимых персонажах, и тому подобное. То есть это все, все темы проходят в процессе игры. И такая игра, она не одна. На этом уроке есть еще следующее, в которой дети расскажут о своих любимых сказочных персонажах. А в книге для учителя дается подробное пояснение к этой игре, каким образом ее проводить, и все необходимые слова для ее организации. То же самое я вам показывала пока примеры из учебника второго класса, то же самое относится к учебнику третьего класса. Совершенствование лексических навыков, это было в конце цикла. Также существуют упражнения интерактивные, игрового характера, по совершенствованию лексических навыков. В данном случае классификация слов. То есть вот этот смешной человечек должен стать именно по тем словам, которые не подходят к группе других слов одежда. Вот, например, «хэр». Он выбирает то, что это часть тела, не подходит к другим словам, и, соответственно, должен стать «сюда». Если он не успевает стать, то ему приходится проходить это задание снова. То есть он бегает вот тут вот по полю. Интерактивное упражнение. Очень часто совершенствование лексических навыков как раз проходит в таких вот игровых заданиях кроссворда, как в учебниках, в рабочих тетрадях, так и в электронном приложении. И, наконец, пример из учебника четвертого класса. Здесь из рабочей тетради и из учебника самого. Это пятый цикл формирования лексических навыков по теме «Мой дом». Здесь как раз учащиеся усвоили название комнат и предметы мебели. Произошло обозначение, имитирование. А в данном случае они играют и как раз комбинируют вот эти лексические единицы, с которыми они познакомились в игре. Это как раз этап формирования лексических навыков. А здесь представлен урок уже второй, шестого цикла, четвертого класса. Здесь совершенствование лексических навыков. То есть на предыдущем уроке они познакомились с лексическими единицами по теме «Горок». И на этом уроке они познакомились с предлогами направления. И используя картинку небольшого поселка, они и ключ, который им дается к этому упражнению, а и ищут сокровища, спрятанные в данном поселке. Восстанавливая ключ, то есть исполняя его предлогами направления, и проходя по этому маршруту, они находят удержан спрятанное сокровище. Кроме того, они потом составляют аналогичный ключ и прячут свое собственное сокровище. И как раз совершенствование лексические навыки по теме «Город» и «Предлоги». Теперь я в нескольких... Ну вот еще некоторые упражнения. Я сейчас просто пролистаю. Совершенствование лексических навыков тоже. Это из электронного приложения. Это я тоже говорила про сворты. Они в разных компонентах учебников существуют. И несколько слов я скажу о средствах обучения. То есть я вам говорила о различных упражнениях. Упражнения являются главным средством формирования лексических навыков. И где же они все эти располагаются? Лужу многие видели компоненты, которые я называла, рассказывая о принципах. Теперь буквально несколько слов о учебно-методическом комплексе «Английский 24». Это как печатные компоненты. Известный всем учебник, рабочая тетрадь. Книга для... Учебник в двух частях. Рабочая тетрадь. Книга для чтения. В данном случае третий класс, четвертый класс. Во втором классе книги для чтения нет. Книга для учителя. Ну и новые компоненты, которые были созданы, например, для учебника второго класса. Это наглядно-дидактический материал. Потом демонстрационно-тематические таблицы. Грамматический справочник с упражнениями. Прописи. И такие печатные компоненты, как календарное тематическое планирование. Контрольные задания. Английские из Р24. И рабочие программы. Это печатные компоненты. Несколько слов буквально. На новых компонентах. Это наглядно-дидактический материал. УНК английский 2. Он состоит из разрезной азбуки. Для обучения амфавиту. Это в течение первой четверти. И кроме того, вы видите здесь карточки с изображением действующих лиц, персонажей, с которыми они знакомятся на протяжении года. И на оборотной стороне карточек. Карточек это выглядит как половина листа А4. На оборотной стороне находится речевой образец с лексическим и грамматическим материалом, который проходит на этом году обучение. Который он может использовать, рассказывая об этом персонаже. Эти карточки можно использовать во время уроков в игре на этапах формирования, совершенствования лексических навыков и грамматических навыков тоже. Демонстрационные таблицы по различным темам. Они были подготовлены для всех лет обучения. Второй, третий, четвертый. Вышли пока шесть таблиц для второго класса. Вот они как выглядят по темам семья, цвета, цветы, продукты, персонажи, сказочные герои, цифры, любимые занятия. Вот такие темы. И кроме того, к данным таблицам прилагаются методические рекомендации. К каждой таблице разработан комплекс упражнений и рекомендации, как их проводить. Видите, цель, например, упражнений – формирование драматических навыков оборудования рейсидера, а совершенствование лексических навыков является по теме животных сопутствующей задачей. И кроме того, в этих методических рекомендациях дана табличка, в которой показано, на каких уроках и даже в каком месте урока можно проводить данную таблицу, и какие упражнения можно проводить, и что именно совершенствовать, и что формировать. И здесь вы видите, здесь как раз на примере плаката Nambas, и можно использовать и во втором, и в третьем, и в четвертом классах. Кроме того, там содержатся материалы для... Многие упражнения содержат учебный материал для копирования, как раздаточный материал. Несколько слов о компоненте прописи. Они являются составной частью учебно-методического комплекта и содержат занимательные упражнения, которые формируют учащихся на это правильное начертание букв, алфавит, и помогают избавиться от различных графических ошибок. Кроме того, там как раз и идет повторение или и совершенствование лексических навыков. Они выписывают слова из учебника с теми или иными буквами, которые они встречают в учебнике. Это уже ближе к концу прописи. И в конце получают диплом, когда они уже могут завершить все прописи на те буквы. Во втором четверти они к празднику алфавита могут уже получить такой диплом в конце прописи. Грамматическому справочнику, казалось бы, он направлен на обобщение грамматических умений, формирование и осовершенствование грамматических навыков и умений. Но то же самое, он составлен на лексическом материале, который изучается во втором классе. Поэтому его тоже можно использовать для совершенствования лексических навыков. Вот, например, вы видите разворот, как выглядит этот грамматический справочник. Он дается квантами отдельными, то есть небольшое правило, и потом дальше идет иллюстрация к нему упражнения. Чаще все тут же закрепляют выученный материал и на том же материале, который они проходят в учебнике. Узыв потрясает. В контрольных заданиях осуществляется контроль. Содержат четвертные годовые контрольные работы в тестовых форматах по всем видам речевой деятельности. Конкретно о контроле я расскажу в конце нашей презентации о контроле сформированности лексических навыков. Следующий компонент это электронные приложения, которые вы видели, я демонстрировала уже. Они способствуют развитию состоятельности в процессе обучения английскому языку и содержат более 600 мультимедийных объектов. упражнения лексические, грамматические. Это интересно. И разворот в электронном приложении соответствует развороту учебника, поэтому его можно использовать непосредственно на уроке, так и для работы дома. И во внеурочное время. Вот, например, на уроке 37, который я только что показывала, это урок посвящен формированию грамматических навыков модальной глаголки. Здесь же идет повторение и лексических навыков. Тема транспорт и подстановочное упражнение как раз идет повторение. Кроме того, в учебно-методический комплекс входит и дистанционный курс обучения. Если вы заинтересуетесь технологией коммуникативного иноязычного образования в начальной школе, то вы можете пройти дистанционный курс обучения, перейдя по ссылке. Вот вам она дана. Вопрос.ipk.ru и ознакомиться с программой интернет-курсов. Там можно программа 72 часа. По окончании программы получаете сертификат государственного образца. Вот все компоненты нашего УМК, о которых я вам рассказывала. То есть учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, другие компоненты, электронные приложения, фильмы, контрольные задания и тому подобное, в которых как раз находятся упражнения и являются средствами. Итак, переходим к этапам работы с новыми лексическими единицами. Этих этапов два. Сематизация новых лексических единиц с помощью перевода по картинкам, по аналогии с родным языком. Автоматизация употребления в речи новых лексических единиц через комплекс упражнений на имитацию, подстановку, комбинирование и репродукцию речевого материала. Сематизация осуществляется в процессе восприятия текстов разного характера. Высказывание британских и американских детей, реалогов, подписи, картинкам, восприятие лексических единиц происходят на слух и созрительные опоры. Чаще все знакомятся с графическими и звуковыми образами новых слов, основывая при этом значение новых лексических единиц. Лексические единицы семантизируются разными способами в зависимости от их характера. С помощью перевода по картинкам, по аналогии в процессе семантизации отрабатывается произношение новых лексических единиц. Ну, например, второй класс и осознание значений новых лексических единиц по картинкам. То же самое третий класс тема одежда и четвертый класс надеюсь сейчас будет. Здесь как раз тема дом-квартира, то есть восприятие значений новых лексических единиц по картинкам. Ретап семантизации новых лексических единиц восприятие и осознание в контексте и с помощью перевода. Здесь тоже восприятие и осознание лексических единиц в контексте с помощью перевода. Вы видите, здесь дается в Wordbox и перевод этих слов и по картинкам. Автоматизация употребления в речи новых лексических единиц осуществляется через комплекс упражнений, в который входят имитативные подстановочные упражнения, упражнения на комбинирование и репродукцию речевого материала. Учащиеся учатся выражать согласие, опровергать, сравнивать, спрашивать, выражать свое мнение по темам, представленным в текстах упражнений. Упражнения сопровождаются речевыми образцами, которые используются в зависимости от уровня подготовленности учащихся. Комплекс упражнений для формирования лексических навыков состоит из упражнений, помещенных как в учебнике, так и в рабочей тетради и в книге для чтения. При выполнении комплекса упражнений учащиеся используют усвоенные лексические единицы в новых ситуациях, в коммуникативно ценных фразах. Упражнения сопровождаются различными видами опор и речевыми образцами. Ну вот, как я уже показывала пример, то есть упражнения, предназначенные для формирования лексических навыков, находятся под рубрикой «Вокебюлары». Новые лексические единицы на уроке формирования лексических навыков представлены в страницах учебников под рубрикой «Уэтбокс». И расширение словарного запаса учащихся происходит также за счет знакомств с различными способами словообразования. Афиксация, сложные слова, конверсия. Для этого в учебнике рабочей тетради и в книге для чтения существует рубрика «Уэтбилд», в данном случае рабочая тетрадь, учебник, и книга для чтения. Этап автоматизации употребления в речи лексических единиц, формирование графического речи двигательного образа слова и имитативные упражнения. Как раз дан пример из урока 49-го группа «Лексическое любимое занятие действия». Здесь подстановочное упражнение, вы его уже видели, подстановка лексических единиц в известную структуру. Далее это учебник четвертого класса, здесь подстановка лексических единиц по теме профессии. Здесь они вместо подчеркнутых лексических единиц песенки подставляют свои и чем занимается представитель той или иной профессии и у них получается новая песенка про представителя другой профессии. То есть здесь у нас и песни, и игра, и подстановочные упражнения на формирование лексических навыков. Далее подстановочные репродуктивные упражнения это уже в конце цикла по формированию профессии навыков и упражнения репродуктивного характера сейчас должны да вот репродуктивное упражнение с опорой на лексическую таблицу такие лексические таблицы появляются во многих уроках в конце циклов в четвертом классе как раз обобщается все что дети могут сказать по этой теме естественно опираясь на строение такое рассказывание в учебнике существуют специальные рубрики например это расширение индивидуального словаря учащихся они способствуют расширению словаря дается в конце в рабочей тетради страничка для детей для того чтобы они выписывали слова которые они проходят в том или ином уроке для мышонка Фредерико который любил коллекционировать красивые слова выписывая те слова которые нравятся формируете сам свой индивидуальный словарь следующая рубрика my friend я про него уже говорила здесь не употребляют новые лексические единицы в новой ситуации рассказывает например о своих друге о чертах его характера любимых занятиях о том где он живет чем увлекается и тому подобное употребление новых лексических единиц в этой рубрике и например all about me уже рассказ о себе то есть начинается своего имени нарисует свой портрет пишет о своих любимых занятиях и это рабочая тетрадь в конце all about me странички и так сейчас я вам расскажу на примере учебника для второго класса об особенностях формирования лексических навыков именно на первом году обучения итак в процессе выстраивания линии владения лексической стороной речи одной из главных забот нашей было не просто познакомить ученика с новыми словами а с фактами культурами англоязычных стран в соответствии с интересами и возрастными особенностями детей с этой целью ВМК была разработана стратегия сюжетной организации материала первого года обучения для этого использовались аутентичные литературные произведения разнообразные персонажи анимационных фильмов и телевизионных передач разработаны информативно насыщенные сценарии уроков которые представлены в полном объеме книги для учителя то есть это не просто какие-то пояснения а именно сценарии уроков каждый урок имеет свое название отражающие его смысловое содержание и уроки в учебнике связаны между собой единой сюжетной линией все обучение в начальном классе делится на содержание делится на два содержательных блока это первый полугодий и второй первый полугодий let's have a parade здесь сюжетная линия такая дети сказочный герой готовится участвовать в параде посвященную дню благодарения это парад месси's thanksgiving day parade на него действительно идет в америке отбор любимых сказочных героев самых популярных героев мультфильмов комиксов и тому подобное и голосованием выбирают кто из этих персонажей будет участвовать в параде и делаются большие сказочные фигуры и там эти персонажи участвуют и в данном случае с первых уроков дети знакомятся с персонажами этого парада и в конце делают свой такой парад сказочных героев вот эта содержательная часть первого полугодия содержательная часть второго полугодия является сказка Питер Пен и они знакомятся с героями этой сказки и в конце придумывают свой воображаемый остров населяют его любимыми персонажами рассказывают о том кто там живет что они любят делать чем любят заниматься такой годовой проект обучение лексической стороне речи в ОМК-2 происходит во взаимосвязи с обучением произносительной стороне речи чтением по транскрипции и грамматической стороне речи в связи с использованием комплексного подхода деления лексических единиц на рецептивные продуктивные ОМК-2 условно фактическое обучение всем видам речевой деятельности происходит на одном и том же речевом материале как я вам уже показывала прочному освоению лексических единиц способствует большая повторяемость в новых ситуациях общения и разных видах деятельности структура урока в каждой четверти несколько отличаются друг от друга что объясняет специфика цели обучения на каждом конкретном этапе все уроки являются комплексными но доминирующие учебные цели выделяются уроки следующих типов уроки формирования произносительных навыков и навыков чтения по транскрипции уроки формирования лексических навыков уроки формирования грамматических навыков уроки обобщения повторения усвоенного материала в новых ситуациях общения уроки контроля уровня владения речевым материалом творческие проектные уроки первые четверти обучения лексической стороне речи происходит во взаимосвязи с обучением чтению по транскрипции и грамматической стороне речи Учащиеся не только учатся мгновенно узнавать зрительные образы речевых единиц и озвучивать во внешней речи чтение и слух, но у них еще и формируются навыки соотнесения слуха речи двигательных образов речевых единиц с их значениями. То есть формирование перцептивных навыков чтения и формирование лексических навыков происходит одновременно и сопровождается решением речи мыслительных задач, которые задаются установками к упражнениям. Сначала лексические единицы даются на страницах учебника и рабочей тетради с транскрипцией. Вот вы видите, я вам говорила о чертах характера урок 3 и 4. Здесь даются такие черты характера, как cute, nice, a little, рассказ о героях. В дальнейшем они повторяются на страницах учебника не менее 4-5 раз. Вот, например, в пятом уроке с транскрипцией идет. В рабочей тетради идет работа с этими лексическими единицами, они их обводят разными цветами, хорошие черты характера, не очень хорошие. На шестом-седьмом уроке это все повторяется, обобщается. Кроме того, добавляются к ним другие прилагательные, характеризующие литературных персонажей. Также эти прилагательные используются и в компоненте прописи, заполняя пропуски букв. Как раз дети потом прочитывают все это целое слово и знакомятся с новыми персонажами, их чертами характера. Вот, обратите внимание, на 12-м уроке эти слова уже дают не все, а те, которые уже не менее 4-5 раз появлялись на страницах учебника, даются уже без транскрипции, потому что дети их многократно использовали, уже могут узнавать их и без транскрипции. То же самое относится к 14-му уроку, здесь тоже новые литературные единицы с транскрипционными значками, старые повторяются. И здесь дается пример из грамматического справочника. Здесь формируя грамматические навыки глагол ЦУБЕ, утвердительная и отрицательная форма, как раз не зная лексических единиц, совершенно невозможно правильно ту или иную структуру, утвердительную или отрицательную, подставить в данном упражнении. Работа над лексической стороной речи в УМК-2 как раз, если в первой четверти формирование лексических навыков не является доминирующей учебной целью, то есть там присутствуют только упражнения на формирование лексических навыков отдельные, а уроков полностью посвященных формированию лексических навыков нет, то во второй четверти уже появляются такие уроки, например, в 22-ю, в 3-й четверти уроки, 30-е, 35-е, 36-е, 39-е, 40-е и 46-е уроки, 4-й четверть, как раз они доминирующей целью являются формирование лексических навыков. Рассмотрим комплекс упражнений для формирования лексических навыков на примере 36-го урока УМК-2. Итак, сначала дети знакомятся с лексическими единицами. На странице учебника они представлены как картинки-подписи к картинкам по теме «Транспорт». Идет формирование лексических навыков, семантизация новых лексических единиц при помощи иллюстративной наглядности. Дети выясняют, каким видом транспорт они смогут добраться до острова Нитландия и выбирают подходящий вид транспорта. Здесь стадия восприятия и имитация идет. Далее, они также могут использовать дополнительные компоненты электронных приложений, где могут стадию обозначения пройти в электронном приложении, узнают ли они значения этих лексических единиц или нет. Следующее подстановочное упражнение они используют в структуре «Let's go by plane», «Let's go by train» и тому подобное. То есть, они предлагают, каким видом транспорта они предлагают добраться до острова Нитландия в структуре «Let's go» и подставляют туда лексические единицы. То же самое, например, подстановочное упражнение из электронного приложения. В рабочей тетради идет репродуктивное упражнение, они объясняют, на каком виде транспорта сказочные герои могут добраться до тех или иных частей света. И рисуют себя и подписывают тоже, на каком виде транспорта они могли бы и хотели бы добраться до той или иной части света. Репродукция использования лексических единиц в новых ситуациях общения. То есть, фильм приглашает детей в Лондон, и как они могут туда добраться. То есть, в этой же структуре «Let's go by» дети же предлагают уговорение о том, как они могут добраться до Лондона. Репродукция. Контроль сформированности лексических навыков происходит при выполнении упражнений из раздела «Урок повторения». В данном разделе предлагается ряд заданий и вопросов на проверку уровня овладения лексическими единицами. Например, 42-43 уроки повторения в конце третьей четверти. Здесь, видите, они заполняют ВВЭП такой, вот здесь образец дан по этой теме «Транспорт». И проверка сформированности лексических навыков и навыков каллиграфии проходит в рабочей тетради в уроке повторения в 43-м. Собственно говоря, это урок самоконтроля или контроля в зависимости от того, как учитель его организует. В данном случае они могут выбирать лексические единицы, организовывать их по темам. Записывают, какие лексические единицы к каким темам относятся, пройденными до конца третьей четверти. Также классификация лексических единиц может осуществляться и в электронном приложении. Вот пример выполнения тестовых заданий. Как раз урок 43-й во время пробуции, когда я проводила пробуцию учебника в втором классе, это выполняла девочка на уроке. То есть, в принципе, все упражнения, они реально выполнимы, проверены, и не только мной, но и другими учителями, которые участвовали в аббробации наших учебников. Кроме всего прочего, в конце третьей четверти учащийся выполняет проектное задание. Пишет свою книгу по заданной тематике, по образцу представленному в учебнике в рабочей серии, с использованием изученной лексики. То есть, дается, как эту книжку делать, они рисуют, допустим, тот или иной вид транспорта, даются структурки, которые они могут подписать в конце, и они заканчивают эту четверть. Уже каждый представляет как проект свою собственную книжку. Выставка может дармениваться между классами. Итак, это был учебник второго класса. Теперь у МК английский язык третьего и четвертого класса. Чем они отличаются? Процесс формирования лексических навыков в учебниках третьего и четвертого класса. Итак, если у нас второй класс характеризовался содержательной организацией материала, сюжетной линией, единым сюжетом для первого и для второго полугодия, то учебники третьего и четвертого класса материал уже распределен по циклам. Структура цикла уроков следующая. То есть, это систематическая организация лексики. В одном цикле дается, например, тем семья, в другом друзья и тому подобное. Итак, на каждом уроке в цикле первый урок является формированием лексических навыков. На первом этапе, на втором – формирование грамматических навыков и формирование навыков чтения. И второй этап – это совершенствование навыков, лексических и грамматических навыков чтения и тому подобное. И на третьем этапе – развитие умений самоконтроля и самооценки. Я вам сейчас покажу пример комплекса упражнений для формирования лексических навыков на примере цикла уроков «Шестой цикл». Итак, вот в данном случае существуют, конечно, личностные, метапредметные, но в данном случае предметные результаты. Главной задачей учебного аспекта является формирование лексических навыков, навыков говорения и чтения. Даются конкретные лексические единицы, причем как новые лексические единицы, так и для повторения по этой теме, потому что эта тема «Город» встречалась уже и появлялась и в третьем классе, и продолжается сейчас. Вот продуктивный лексический материал, вы видите, может быть, вам покажется, что это большое, но вы посмотрите большое количество упражнений как раз и позволяет все это достаточно хорошо изучить. И для повторения, кроме того, лексические единицы. Кроме того, дается лексический, грамматический материал для повторения, present simple, то есть на известной, изученной грамматике дается новый лексический материал. Итак, формирование лексических навыков говорения, презентация, семитизация новых лексических единиц. Семитизация проходит по картинкам, дети соотносят лексические единицы с той или иной картинкой, пишут цифру, указания на карте города. Потом они знакомятся с этими лексическими единицами в упражнении, слушают рассказ о городе Индии, комментарии его любимого попугая в этом городе, о его любимых местах. В игре осуществляется автоматизация употреблений в речи новых лексических единиц, имитация, постановка. Далее в рабочей тетради продолжается этап автоматизации употреблений в речи новых лексических единиц. Здесь они уже подставляют лексические единицы и комбинируют их, задают вопросы в речи, играя, опять в игре, морской бой. Следующая автоматизация употреблений в речи новых лексических единиц. Здесь уже упражнение аудирования, слушают рассказ о Лондоне, слушают рассказ и выясняют по картинкам, о каком городе идет речь. Потом слушают рассказ о Вашингтоне, вставляют туда пропущенные слова. Таким образом они, послушав два рассказа о городе, и вписав необходимые слова, которые они выучили на этом уроке, приступают к рассказу о городе, помогают составить рассказ об этом городе по аналогии с предыдущими на основе ЛСС. Кроме того, работа по обладению новыми лексическими единицами продолжается при выполнении упражнений домашнего задания в рабочей тетради и в книге для чтения. В данном случае они знакомятся с Эдинбургом в книге для чтения и совершенствуют лексические навыки. Дается дополнительное упражнение на составление рассказов по картинке в рабочей тетради. Они составляют собственный рассказ по картинке при помощи памятки, и на следующем уроке они вывешивают свои картинки, слушают рассказы и соотносят картинки с рассказами. Дальше на уроке формирования грамматических навыков продолжается совершенствование лексических навыков. То же самое происходит и на уроке формирования грамматических навыков. Еще один – это наспорядковые числительные и на уроке развития умения читать. Совершенствование навыков чтения по правилам идет ретап и развитие умения читать различные стратегии. И как раз на этом, на лексическом и грамматическом материале усвоенных в первых трех уроках. Здесь они распределяют текст, делят его на рассказ о городе, о деревне и выполняют задания по чтению в конце текста. В диалогическом уроке они выясняют, как узнать дорогу, расспросить, как пройти в тот или иной участок города. То есть совершенствование лексических навыков продолжается в рамках цикла. И совершенствование речевых навыков и развитие умения монологической формы речи происходит на уроке шестом. Здесь они считают образцовое высказывание о городе, отвечают на вопросы, потом пытаются восстановить по картинкам рассказ русской девочки Вики о своем городе, в частности о Липецке. И слушают и проверяют, правильно ли они составили это высказывание. И в конце идет уже по образцу рассказ о своем городе. В конце в учебнике в рубрике New Words from Unit раздела Test VCL дается список лексических единиц, усвоенных в каждом цикле уроков. После каждого списка предлагается ряд контрольных заданий и вопросов на проверку уровня владения лексическими единицами. Конкретно лексические единицы для продуктивного и рецептивного овладения речевой функцией для овладения уговорений указаны. Также в речевом материале в целях каждого урока, в книге для учителя, а также в приложении календарно-тематическое планирование. И после, в конце цикла и в конце четверти в данном случае происходит самоконтроль сформированности лексических навыков в разделе Vocabulary, Use of English в разделе Vocabulary. Но не обязательно может быть и контроль сформированности лексических навыков и быть в разделе, например, Леснини. Вот они слушают рассказ о Боксфорде и вписывают пропущенные слова. Или пишут рассказ о своем любимом городе в разделе Рай. Контроль сформированности лексических навыков происходит при выполнении четвертых годовых контрольных работ в тестовых форматах по всем видам речевой деятельности, которые содержат компонент контрольные задания 2-4 класса. Я вам про него уже говорила. Какова структура контрольных работ? Это аудиозирование, чтение, лексика, грамматика, говорение, письмо и лингвистроновические знания проверяются. Вот, например, хорошо ли ты знаешь лексику? Пишешь слова из рамки и соответствующие группы слов. Задания уже сделаны в качестве примера. То есть они группируют слова по темам. Вид задания Метчин. Это второй класс был. Такого рода задания существуют и для третьего класса. Вот, например, вид задания Метчин. Тоже хорошо ли ты знаешь лексику. Контрольные работы для второго класса предусмотрены по окончании первого полугода, второго полугода и годовая работа. И в третьем и четвертом классе контрольные задания по четвертям годовая работа. Это тоже третий класс. Здесь части тела, тема, внешность. Четвертый класс. Опять же раздел. Лексика, грамматика. Первая четверть. Здесь у нас уже выбор из двух пока слов. Потом дальше малость получается. У нас уже бывает выбор из трех. И из четырех соответствует возрастание. И вид задания ГЭП-филы. Вставляют недостающие слова из рамочки. Вот тут вот кадры из лексических навыков. То есть в тестовых форматах. Также развитие умения догадываться о значении незнакомых слов проверяется. Это раздел чтения. Здесь они сначала читают слова по транскрипции. Второй класс проверяет умение чтения по транскрипции. И соотносят прочитанные слова с картинками. Как раз догадка о значении новых слов. Слова не пройдены, а действия универсально учебные. Умение догадываться о значении слов по звучанию, по написанию. Их контрольные задания могут быть и в электронном приложении. Кроме того, в процессе формирования совершенствования лексических навыков формируются специальные учебные умения и универсальные учебные действия. В упражнениях, при помощи памяток и при помощи вовлечения в проектную деятельность. Несколько примеров. Ну вот, например, памятка «Догадайся сам». Здесь о том, как догадываться о значении слова. Четвертый класс учебник. При обладении лексической стороной речи у учащихся целенаправленно развивается догадка по аналогии с родными и знакомыми на основе звуковых образов слов, по рисункам, по контексту. Лексика, значение которой учащиеся могут догадаться, выведена курсивом. И умение пользоваться англо-русским словарем. Упражнения на развитие учебных умений. Ну, например, умение работать со словарем. Здесь дано упражнение из книги для чтения для третьего класса. Подается памятка о том, как найти значение слова в словаре. Умение определить значение слова по контексту. Здесь дается одно слово с двумя значениями многозначные. И по контексту стихотворения не должны выяснить, какое уровень и значение. Упражнение на развитие специальных учебных умений. Здесь развитие умений переводить. Сейчас еще тут осталось буквально два слайда. Сегодня, к сожалению, не запаздывает. Поэтому немножечко запаздываю я со своей лекцией. Расширение словарного запаса при помощи словобразования. Словобразовательных элементов. Расширение, опять же, четвертый класс. Специальное упражнение на классификацию лексических единиц. И вот проектное задание. Как раз по окончании третьей четверти моя книга, про которую я говорила. В данном случае здесь содержание МК английский язык второй-четвертой класса соответствует интересам и также возрастным психологическим особенностям учащихся младшего школьного возраста. Я сейчас не буду на них останавливаться. Но просто в конце хотелось бы сказать о том, что вы видели большое количество различных упражнений, компонентов нашего МК. И вы уже самостоятельно можете сказать о том, что действительно учитывается ли возрастные особенности младшего школьного возраста в наших МК или нет. На этом останавливаться не буду. Сейчас перейдем к вопросам. Светлана Горбовенко. Скажите, пожалуйста, а когда дети по вашему МК должны научиться читать? На первом году обучения во втором классе ставится задача обучить детей чтению по транскрипции. И по правилам, только по правилам чтения согласных. А задача обучения чтению по правилам стоит перед учебником третьего класса, на втором году обучения. То есть мы разделили, потому что вы сами понимаете, вы видели. Я вам показывала, что задач на первом году обучения ставится в великое множество. И обучение чтению по транскрипции, и алфавит, и лексические, и грамматические навыки. И все впервые, и все в первый раз. И метапредметные, и личностные результаты должны соблюдаться. То есть мы разделили трудность и постепенно на порции, чтобы дети смогли все это освоить. То есть к концу первого года обучения они учатся читать по транскрипции, к концу второго года обучения они научатся читать по правилам чтения. Этому посвящен, собственно говоря, весь третий класс, основная задача его наряду с другими. И в четвертом классе идет повторение чтения по правилам в каждом уроке, особенно в книге для чтения. Не пренебрегайте, если вы работаете по нашему МК, там тоже постоянно дается упражнение на повторение чтения по правилам специально построенные упражнения. То есть к концу третьего года обучения дети уже смогут читать по правилам и по транскрипции. И в четвертом классе уже само собой читают хорошо. Скажите, пожалуйста, МК предназначен для базового или углубленного уровня обучения? МК предназначен для базового уровня обучения. В некоторых, в Москве в частности, его используют и для углубленного. Тогда они могут использовать большое количество компонентов, которые есть в нашем МК. Кстати, они и появились, все эти компоненты, благодаря пожеланиям. Вашим пожеланиям, дорогие учителя, о том, что должны быть упражнения дополнительные на лексику, на грамматику, грамматические справочники, таким образом появился, что не хватает времени на формирование навыков каллиграфии, прописи, алфавит и тому подобное. То есть все компоненты не хватает наглядности. Соответственно, у нас появились компоненты наглядности, дидактический материал. Таблицы и тому подобное. То есть пишите свои пожелания. Может быть, все это у вас воплощено будет в жизнь. И используя все эти компоненты, можно работать, собственно говоря, как и на базовом, так и на углубленном уровне. А так, в принципе, он для базового уровня. Почему алфавит учится не по порядку букв, а по созвучию с русскими буквами? Важно ли знать порядок букв, или нужно только чтение слов? То есть я вам говорила о том, что у нас сюжетная организация. И задача первого года обучения – обучение чтению по транскрипции. И, соответственно, мы все это подавали в коммуникативно ценных фразах. Поэтому мы исходили из этой нашей основной задачи – чтение по транскрипции. Вот, например, первое, что мы могли, какую фразу сказать на первом уроке – это «Hi, I'm Mike». «Hi, I'm Helen». То есть из этих звуков, из этих транскрипционных знаков мы исходили. То есть они могли составлять какие-то слова «I», «Like», «Hi». И, соответственно, они уже могли прочитать некоторые буквы. И, например, если они могут прочитать букву «I», то с нее не начиналось это обучение «M», «L» и тому подобное. То есть вот поэтому не по порядку шло обучение. Но весь порядок собирается и алфавит изучается уже в 17-м уроке от начала года. То есть в первом уроке второй четверти. И, собственно говоря, порядок по алфавиту и алфавит сам важен именно для того, чтобы дети учились находить слова в словаре. Но для первой четверти это, я думаю, не является актуальным. Итак, следующее. Во втором трассе дети еще не знают многих понятий, определений на русском языке. Как объяснить им тогда на английском? А вот не успела, к сожалению, мне тут подвисали слайды некоторые. Я ожидала и не совсем рассчитала время. Дело в том, что у нас, например, в нашем грамматическом справочнике с упражнениями дается понятие, мы объясняем и артикли, ими существительные, ими прилагательные. Но так как дети еще не успели эти понятия выучить на русском языке, мы даем пояснение такое, какое дается им в школе. То есть прилагательные эти слова, отвечающие на вопросы, какой, какая, существительный, кто, что и тому подобное. То есть везде, в первый раз, где встречается это слово, мы даем эту сносочку, и словарик в конце такой дается. Кроме того, в учебнике, в книге для учителя здесь тоже дается пояснение, как объяснить детям, что это такое. Но это, в принципе, буквально на первых порах происходит. Потом все это выравнивается, и обучение происходит более-менее параллельно. Мы за этим следили и работали совместно с учителями русского языка. Как объяснять родителям, что не все слова дети должны знать? Избыточность лексических единиц. Дело в том, что дети все равно, все слова, которые им даются, и которые требуют от многих изучать, постоянно диктанты, во втором, в третьем и даже в четвертом классе, у самой дочери учебы с начальных классов давались, эти диктанты никогда не помогут узнать большое количество слов, тем более употреблять их в речи. А если дети будут их употреблять именно с определенной задачей, с речевой, перед ними будет поставлена цель, и они будут с интересом искать эти речевые единицы, и, соответственно, они их больше и выучат. Есть ли календарно-тематическое планирование по ВГОС? Третий класс, второй класс нашла, а третий никак не могу найти. В принципе, календарно-тематическое выпущено по и второму, и третьему классу. В общем, если не найдете, пишите, мы посмотрим. Сейчас точно не могу про это сказать. Чтобы дети запомнили лексические единицы на письме, и проводим диктанты, как правильно оценивать работу. Ведь пропущенные буквы в слове и неверное слово – это разные вещи. Что касается диктантов, могу сказать, нашей целью не ставится проверка лексических единиц через диктанты. Будут ли, согласно новому ВГОС, в рабочих тетрадях упражнения дифференцированного характера для автоматизации как лексических, так и грамматических навыков. Или все пойдет на усмотрение учителя. В принципе, у нас есть упражнения дифференцированного характера. Дополнительные и дополнительные компоненты. У всех дети могут сами написать данные в раздел All About Me. Мне кажется, детям для второго класса это сложно. Ну, дело в том, что, как говорится, все относительно. Во всяком случае, когда я работала по этому ОМК, это 2006-2007 год, самый первый год, не было еще особенно никаких компонентов, кроме как учебник и рабочая тетрадь. И вот это, свои данные в раздел All About Me, заносили ли дети без всякого труда, если учесть, что группа была такая среднестатистическая, не особенно способна, не особенно плохие, хорошие такие среднестатистические дети заполняли. Есть ли поурочные планы ПАВГОС с технологическими картами? Ну, так, по-моему, нет пока. Ну, все. Спасибо вам за внимание, уважаемые коллеги. Моя лекция закончена. Желаю вам успехов, не только в формировании лексических навыков, но и в вашем нелегком труде. Всего вам доброго. До свидания. Пишите, если что. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok